С 1 июля в Севастополе вступила в силу реорганизация медицинских учреждений. Об этом напоминает пресс-служба городского правительства. Власти называют это созданием двух медицинских кластеров. В состав первой городской больницы войдут взрослые поликлиники горбольниц номер 2 и номер 3. Детские же поликлиники второй и третий горбольниц, а также детский центр медицинской реабилитации присоединится к пятой городской больнице, центру охраны здоровья матери и ребенка. Пресс-служба правительства Севастополя приводит слова заместителя директора департамента здравоохранения Владислава Нусинова, который уверяет, все объемы медицинской помощи и в первичном звене, и в стационарах будут сохранены. И добавляет, сокращение коечного фонда также не произойдет. Для пациентов в смысле прикрепления к поликлиникам ничего не меняется. Разделение на участки сохраняется и прикрепляться заново не нужно. Зато направление к врачам, особенно узким специалистам, станет проще получить благодаря бесшовной маршрутизации внутри единого юридического лица, объединению материально-технической, лабораторной, диагностической баз. В ближайшее время диагностическая база севастопольской медицины будет существенно расширена благодаря закупкам нового оборудования за счет средств Москвы. Кроме того, уже скоро будет внедрен новый продукт – единая электронная медицинская карта севастопольца, добавил Владислав Нусинов. Чиновник заверил, что штат сотрудников больницы поликлиник будет сохранен. Сотрудники взрослых поликлиник приняты в новые медучреждения через перевод, а работников педиатрической службы горбольниц номер 2 и номер 3 принимают на новое место после увольнения с предыдущего места работы. Об этом мы рассказывали на прошлой неделе в материале «Как зарплатами врачей погашают долги больницы». С чем же связан такой разный подход к переводу медиков при реорганизации системы здравоохранения, Владислав Нусинов, как и предслужба правительства Севастополя, не пояснили.